Привет! Вы на канале отличной компании, компании «АвтоСтронг». Помните, что в «АвтоСтронг» 180 тысяч очень качественных запчастей. Сейчас мы находимся на четвертом этаже нашего громадного шестиярусного склада. Посмотрите, сколько здесь кузовщины, крышки багажника, капоты, двери и многое другое. Все это может стать вашим. Звоните в компанию «АвтоСтронг». Сегодня у нас в разборе небольшой, но мощный двигатель от Nissan Juke. Итак, встречаем MR16 DDT. Среди современных одна из шестилитровых двигателей Nissan есть как атмосферные, так и турбированные. Двигатель с обозначением MR16 DDT как раз из таких – это рядная турбированная «четверка» с непосредственным впрыском. С достаточно небольшого объема было снято от 150 до 225 лошадиных сил, крутящий момент от 240 до 280 ньютон-метров. Данный двигатель был создан в сотрудничестве с компанией Renault. По ее каталогам имеет обозначение M5M. Этот 1,6 литровый мотор предназначен для заряженных версий автомобилей Nissan. В наших странах он встречается на автомобилях Nissan Juke, а также на его злой версии Nismo. Этот двигатель получил широкое распространение на автомобилях Nissan для японского рынка. Также его 200-сильную версию получил автомобиль Renault Clio Sport, а также свежий Талисман, Megane и Espace. У данного двигателя алюминиевый блок цилиндров с помещенными в него чугунными гильзами. В приводе ГРМ используется бесшумная пластинчатая цепь. В ГБЦ два распредвала, которые приводят 16 клапанов. Гидрокомпенсаторов, тепловых зазоров клапанов конструкции данного двигателя нет. На каждом распредвале находится муфта, система изменения фаз газораспределения. Мотор MR16 DDT выпускается с 2010 года и уже всем доказал свою надежность. Он ходит 300 тысяч километров, но это при условии своевременного и качественного обслуживания. Серьезные поломки, приводящие к замене поломанного двигателя на контрактный, происходят на неухоженных автомобилях. Сегодня мы расскажем о всех нюансах эксплуатации и о слабых местах данного двигателя. Автомобили Nissan Juke с 1,6-литровым турбированным двигателем оборудованы оригинальным погружным бензонасосом. Бывали случаи выхода его из строя в гарантийный период. На проблемы с бензонасосом указывает внезапное пропадание тяги под нагрузкой на высоких оборотах примерно на 4 тысяч. Тогда двигатель уходит в аварийный режим, загорается чек-энжен и двигатель жалуется на недостаточное давление топлива. Неисправные бензонасосы меняли по гарантии, хотя проблема наверняка заключалась в засоренной сетке топливозаборника, а также в неисправном регуляторе. Похожие симптомы, а именно потеря тяги при ускорении с тапкой в пол, а затем переход двигателя в аварийный режим могут указывать на неисправность датчика массового расхода воздуха, ошибка по расходомеру, а также неадекватные его показания могут указывать на замену датчика массового расхода воздуха. Но перед тем, как менять расходомер, можно его почистить специальным средством. Тогда проблема может уйти. Это делается просто, потому что он легко снимается. Также чистка ДМРВ может помочь, если холостой ход нестабилен. В первые несколько лет производства двигателю 1.6. По отзывной компании меняли прокладки впускного коллектора, также прокладку дроссельной заслонки и подтекающую прокладку датчика давления топлива. Датчик давления ставили на новую прокладку и зажимали с правильным усилием. Этот мотор оснащается турбокомпрессором Mitsubishi TF035HL, который формирует избыточное давление наддува на уровне 0.7-0.8 бар. Производительностью управляет перепускная заслонка, которую открывает вакуумный актуатор. За 10 лет производства данного двигателя турбокомпрессор не был замечен ни в чем криминально. Но и он может подвести, завыть, захрипеть и начать выдавливать масло во впускной тракт. Износ обычно возникает из-за засорения сливной трубки, по которой масло из картриджа попадает в картер. То есть турбокомпрессор становится жертвой внешних факторов, ведь трубка засоряется из-за некачественного масла либо же долгих интервалов его замены. Также оттоку масла может помешать высокое давление газа в картере из-за замерзания эмульсии вот в этой трубке системы вентиляции картерных газов. И такие случаи на данном двигателе случались. Неполадки по качеству и количеству наддуваемого воздуха могут возникать из-за неисправности электровакуумного клапана, который управляет актуатором турбины. Также может глючить датчик наддува. Этот датчик наддува следует чистить каждый 40-50 тысяч километров. Обычно после чистки двигатель едет намного бодрее. Также из-за некачественного топлива может разрушиться катализатор и после этого, естественно, двигателю будет сложно выдыхать. Его мощность упадет, а параметры его работы будут в норме. Топливная система прямопрыскового бензинного двигателя устроена по дизельному. Помимо топливного насоса, который находится в баке, в системе есть еще ТНВД, который приводится от кулачка выпускного распредвала и нагнетает топливо в рампу под давлением до 270 бар. Как ни странно, топливная система ни в чем криминальном замечена не было. ТНВД прекрасно переносит отечественный высокооктановый бензин. Бывали случаи перегорания предохранителя под номером F20, который запитывает регулирующий клапан, а также может засориться фильтр входного штуцера. Фильтр представляет из себя конусную сетку крохотную по типу, как на бензиновых форсунках. Этот фильтр отдельно не продается. Его надо подбирать по образцу заменителей, пока найти не удалось. Сегодня в нашем разборе нам будет помогать. Прекрасный мастер на все руки, разборщик Николай. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Кулачки распредвалов двигателя MR16 DDT имеют нанопокрытие, которое уменьшает коэффициент трения. Это важно, потому что в приводе клапанов отсутствуют роликовые рокеры. Кулачки распредвала давят на тарельчатые толкатели, в которых нет гидрокомпенсаторов. Из-за этого обстоятельства данный двигатель нуждается в регулировке клапанов. Проверять тепловые зазоры клапанов надо каждые 100 тысяч километров. Номинальные зазоры для впускных-выпускных клапанов 0,3 и 0,33 миллиметра соответственно. На практике же регулировка тепловых зазоров вряд ли понадобится, но если тепловые зазоры далеки от идеала, то надо будет покупать тарированные толкатели. А перед этим записать существующие зазоры, поднять распредвалы, измерить толкатели и рассчитать параметры регулировочных толкателей. Всего существует 26 размеров толкателей с шагом 0,02 миллиметра для этих моторов. А теперь поговорим о состоянии. Никакого лакового налета, значит масло здесь менялось вовремя. Соответственно, никакого износа на кулачках распредвалов. Толкатели тоже выглядят замечательно. На двигателе MR16 DDT установлены два фазовращателя, которые управляются двумя отдельными электро-гидравлическими клапанами. Вообще, муфты проблем на этом двигателе не вызывают, но случаи стрекотания известны. Если муфты начинают стрекотать в первые секунды после запуска мотора, то лучше с этой проблемой не затягивать. Практика показывает, что промывка управляющих каналов и чистка муфт с их разборкой значительно продлевает их жизнь. Цепь ГРМ на двигателе MR16 DDT – это самое слабое место. Инженеры явно с ней просчитались, поэтому на протяжении всего выпуска этого двигателя они цепь совершенствовали и улучшали. Всего существует 5 ревизий данной цепи. Покупать нужно самую последнюю цепи. На практике ресурс первоначального варианта цепи едва ли составлял 100 тысяч километров, поэтому ее меняли по гарантии. В некоторых странах проводились отзывные кампании по замене цепи на автомобилях Nissan Juke 2011, 2012 и 2013 модельных годов. Растянутую цепь ГРМ можно услышать по постороннему шуму, шелесту и звону. Растянутая цепь ГРМ барабанит по легкосплавной крышке и может перескочить. Также может цепь оборваться. Так как степень сжатия у данного мотора небольшая – 9,5-10,5 к 1, то поршни с клапанами могут не встретиться. Улучшенная цепь последней ревизии может пройти 150 тысяч километров. Замечено, что на срок службы цепи влияет стиль езды. Шейки распредвалов отлично сохранились, а вот тот самый четверной кулачок, который приводит ТНВД. Напоминаем, что все двигатели в наших разборах не товарные. Данный экземпляр мы специально привезли для того, чтобы он стал учебно-методическим пособием именно для вас. О состоянии говорить не приходится. Попала вода и все заржавело. Двигатель MR16DDT очень требователен к качеству и состоянию свечей зажигания. Оригинальные японские свечи иридиевые. Если вы поставите неоригинал на этот мотор или неподходящие свечи, то они едва ли пройдут 20 тысяч километров. Неоригинальные либо неподходящие свечи являются причиной отказа индивидуальных катушек зажигания, которых на этом моторе четыре. Также плохие свечи являются причиной пропуска зажигания. Алюминиевый блок цилиндров, чугунные гильзы, открытая рубашка охлаждения. Под слоем ржавчины видно, что данный мотор был в отличном состоянии. Никакого нагара на донышках поршней и хон под слоем ржавчины как с завода. Двигателю MR16DDT не свойственен для того, чтобы двигаться на донышках. Двигателю MR16DDT не свойственен для того, чтобы двигаться на донышках. Небольшой расход масла может появиться при очень активной трековой езде, которой так располагают автомобили, оснащенные данным турбодвигателем. На практике же владельцы доливают буквально 0,5 литра масла на 10 тысяч километров. Стоит отметить, что смена масла каждые 10 тысяч километров и использование только качественного продукта приводит к тому, что этот заряженный двигатель не имеет проблем с залеганием поршневых колец и жором масла. Таким продуктом является масло ELF Evolution 900SXR с вязкостью 5w30. Приобретайте его только у нашего партнера компании Armtec со скидкой 10% по промокоду STRONG. Скидка действует весь октябрь 2020 года, причем не только на масла, но и на все новые запчасти в сети магазинов Armtec. Ссылочки и все подробности в описании. Ну а теперь поговорим о состоянии. Все пары трения данного двигателя прекрасно сохранились. Мы вам даже можем наглядно показать незакоксованное маслосъемное кольцо. В целом же все поршневые кольца стали жертвами коррозии. А теперь о конструктивных особенностях. В шатунах есть маслофорсунки, которые орошают стенки цилиндров. Также маслофорсунки есть и в блоке цилиндров, которые впрыскивают масло в каналы в поршнях для их охлаждения. Коленвал здесь современной конструкции с непарными противовесами. И стоит отметить, что противовес на задней щеке более крупный. А состояние шеи коленвала – огонек. Блок цилиндров был бы в отличном состоянии, если бы не коррозия на гильзах. Верхние коренные вкладыши тоже в превосходном состоянии. Разборка закончена. И вот такой вот годный, турбированный, высокофорстированный двигатель есть у компании Nissan. Не экономьте на обслуживании и заливайте качественные масла ELF, и тогда он будет служить вам очень долго. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».